И мы продолжаем записывать Let's Play Civilization 4 Orbeez. Итак, в город подходит очередной гигант, очередное пышечное мясо для города. Воздушный элементарь знакомится с тем, что же такое зубы этого льва. А мы продолжаем строить воинов и ждем, когда ребята, отправленные на новое место поселения, дойдут. И элементарь познакомился таки с зубами льва. Крайне неблагополучно для элементаря. Что ж... Оу! Ха-ха... Ящеры. Ящеры. Ящеры, это нехорошо совсем. Нет. Нет. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда-нибудь пойдем. Куда-нибудь подальше отсюда. И чем дальше, тем лучше. А... А... Хм... Ну что ж, хорошо. Хм... 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 Воин. Очередной воин. Сиди. Вот теперь, наконец-то, завершить ход. Что-то мои расходы стали излишне велики. Прямо-таки... Удивляет меня это. Минус семь. Минус семь это... Очень-очень много. Для начала... Ой, нет, ты не стоишь. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты идешь. Так, там кто-то убился благополучно. Наполовину. Об угоде призраков. Но хорошо, хоть с ума не сошел. О-о-о-о. У Майер уже есть копейщики. Ах, хотя-то. Это ж механ. Они сразу получают горное дело. Или каменную кладку. Что-то из этого. А-а-а-а-а-а. Здравствуй, Орда. Появился дракон. Дракон это такой большой хмырь, который сидит в варварском городе и пышет огнем вокруг. Довольно противный парень. Так, здесь есть шанс сейчас всех потерять. Три льва вокруг. И у каждого из них нехилый шанс убить одного из трех воинов. К счастью, они, кажется, не все атаковали одновременно. И, э-э-э... Да, рабочие все работают, это хорошо. А, теперь спасение от львов. Город. Львы никогда не нападают на города, как и другие животные. Да и вообще, сейчас они постараются выйти за территорию. И-и-и, механус закрытый. Осталось доделать горное дело. Так, надо снизить расходы на науку, иначе я... Очень-очень-очень-очень быстро. И благополучно умру. Вместо того, чтобы доделать горное дело. Когда мои деньги дойдут до нуля и ниже, у меня начнут просто исчезать отряды. И-и-и... Хм, делегация скелетов. Замечательно. Только этого мне не хватало. Ммм, косун родился. Великий генерал у другой цивилизации. Хорошо, что я не воюю. Итак, разведчика можно отправлять. Здесь... Ммм, очередной воин из этой... Немаленькой толпы. И, наверное... Можно отправить этих ребят. Скажем... Где тут у нас ящеры? Ха-а-а. Плюс двадцать пять. На лесу руины. Нет, я их не пробью. Тогда вы, ребята, все еще стоите. А здесь вместо воина мы сделаем... Рабочего. Как-то я совсем неправильно развиваюсь. Не в ту сторону. Вот, пожалуйста, уже минус семь. Это уже совсем печально. Куда-куда-куда-куда-то пошла карта. Ну, разведчик вперед. Нужно знать, что происходит ниже меня. Вдруг там бродят толпы ящеров, о которых я ничего не знаю. Тут... Лев неблагоразумно стоит в своей берлоге... Логови. Которая находится на моей территории. Почему неблагоразумно? Потому что с появлением обработки бронзы льва не станет. Копейщики, мечники, лучники. С появлением луков. И все. На этом история льва закончится. Тут все еще... Все еще постройка... Не очень-то нужных... Но полезных в будущем воинов. Которых я потом просто... Преобразую за деньги, которых нет. Наука уже... Совсем низко. Все плохо. Оставим двоих. На всякий случай, всегда лучше оставлять больше, чем одного. Ага, копейщик. Шанс победить... О, какой... Неплохой шанс победить копейщика. Будем готовиться к нападению на механос. Очень надеюсь, что у меня в территории окажется бронза. Через один... Один уже ход. Узнаем это. А, ах да. На морях появилась моряцкая скорбь. Замечательное судно с десятью единицами силы. И тремя скелетами на борту. Которое, к тому же... На вид очень сильно воняет. По крайней мере, это выглядит как загрязнение в городе. Ну или как болезнь. Амбар. Мозку травника. Очередной парень построен в очередном городе. О! Варварский город. Великий поход на механос отменяется. Вперед на варварский город, ребята. Варварские города обычно недостаточно хорошо защищены, чтобы защищаться. Мои орды. Очередной великий бард неведомо у кого. Горное дело. Отлично. До обработки бронзы громадное количество времени. Это мне не нравится. Что ж, давайте сделаем древние песнопения. Зачем? Для роста территорий городов. Будем строить в них памятники. Так, вы трое. Оставим тут одного. Все равно я пойду по территории, с которой возможно нападение. Так что проще просто направиться туда, чем оставлять защиту в городе. Кто разведчик разгромил воина? Разведчик, ты молодец. А вот и защита в городе. Разведчик, ты просто великолепен. А теперь разведчик, ты идешь на башню. Чтобы посильнее обозревать окрестности. У меня все очень плохо с деньгами на данный момент. Это просто кошмар какой-то. Что ж делать? Последний город был явно лишним. И воинов у меня многовато. Я не могу столько содержать. Будем строить все подряд. Все, что тратит время. Время, которое так необходимо. Их, ага, живой тигр. Еще и прокачанный на 6 единиц. А я забыл прокачать одного из воинов. Что ж, вот так будет лучше. Копейщик рабочий. Ну, Механос уже запертый. У них все хорошо с экономикой. Но плохо со всем остальным. Ничего не скажешь. Оу, у меня кончились деньги. Забастовка. Все. Все начинает становиться крайне печальным. Мои отряды бастуют. Очень-очень-очень-очень плохо. Это все. Ребята, вы идете сюда. Чем быстрее, тем лучше. Ты лечишься. Чем быстрее я не умру, тем лучше. Забастовка кончилась? А так, отряд. Неважно, победят они или умрут. Важно, что их станет меньше. Как ни странно, они практически все умерли. Это... Совсем нехорошо. 30, 40, 50. Больше не вытягиваю. Остался один. Варвары получили трех рабов, и мне не хватило совсем чуть-чуть. Это плохо. Это очень плохо. Но мне пока нечего строить и вообще нечего делать. Что самое главное, я избавился от большого количества отрядов. Теперь у меня нету такого количества проблем. А... А... Куда варвары использовали рабов? Любопытно. Ладно. Ты, скорее всего, не выживешь. Поэтому до тебя мне больше нет дела. А вот эта парочка, пожалуй, даже выживет и... Будет убирать животных с моей территории. Мне они здесь совсем не нужны. Что ж, неправильное развитие. Уже к 126-му ходу показывает свои результаты. Ну, трюфели на территории отобранной. Механос. Что ж... А, вот и твоя смерть. Атака через реку. Так. Вот так вот. Пересекать реку лучше не надо. Пока там нет мостов. Атака становится крайне неэффективной. Пошло, НРЗ. Он сумел! Он... Он... Он выживет, черт подери. Вперед, чувак. Ура. Вроде что-то начинает налаживаться. А я пока закончу это видео и продолжу в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...